Клево всем, друзья! Сегодня на своем любимом месте по ловле Усача. Красивейшее место, река Лоба. Обалденное место. Год здесь не был. Приехали, увидели, что место очень сильно изменилось, кроме низкого уровня воды. Само место очень сильно изменилось. Вот тут слева была песчаная коса. На данный момент появилась вода, пробила участок воды, и на саму косу уже не пройти. Там, чтобы пройти на участок, нужно было переходить в воду. Сейчас этого участка нету, сейчас все сухо. Место поменялось колоссально. Кечение небольшое. Если в том году мы ловили грузами 80 грамм, на данный момент груза попробовали 35 грамм, и они отлично стоят. Не знаю, будет, не будет рыбка. Надеюсь, что будет. Надеюсь, вам понравится. Посмотрим, как получится, не получится снять поимку Усача. Надеюсь, все получится. Смотрите, оставайтесь до конца, друзья. Друзья, ловить сегодня планирую на два удилища. Одно удилище хочу попробовать зарядить пельцем. У меня есть вот такой пелец рыбный, восьмерочка, и хочу его на волосе попробовать, а вдруг клюнет. Второе удилище. У меня несколько насадок, личинка падинки, опарыш и червь. Буду ловить на это. По отдельности, бутербродами. Буду смотреть, что подберем по поклевкам, поймаем ли что-нибудь вообще. Начну сейчас первое удилище с ловли. Заброшу на волосе. Очень интересно попробовать, а вдруг поймаем. Очень интересно, друзья. Монтажи у меня обычный инлайн. Как я вяжу монтажи инлайн, можно пройти, посмотреть по ссылке. Я очень подробно рассказываю. Монтажи у меня с фидергамом. Фидергам. И удавочкой надеваем поводок. Все. Держится крепко, никуда не денется. Вот такой крючок. В принципе, для усача он маловатый, но так как буду ловить именно с пельцем, то он будет полностью открытый и он, в принципе, подойдет. Теперь подготавливаю пелец. В принципе, все то же самое, как при ловле карпа. Я знаю, что в Европе на пелец на рыбный ловят вовсю. Вот мне интересно, если рыбка будет клювать, поймать. Просто пелец. Сначала просверливаем. Он не сверленный. Рыбные они все очень твердые. Они сделаны практически солома с рыбной мукой. Время как раз начала клевого усача. На данный момент время 17.02. И обычно в те года, примерно в это время, он начинал у нас здесь клевать. Посмотрим, что получится. Очень хотелось бы поймать. Очень интересная, сильная рыба. Здесь в реке Лоба его очень много. Бывают ситуации, когда места, где основная рыба в лобе усачь. И если знать время выхода, знать где, как, на что, то поймать можно очень много. К счастью всего, это не крупный. Усач до 600-800 грамм. Ну, говорят, бывает не серьезный, экземпляр облетает. Мне, к сожалению, крупнее 600 грамм ловить не приходилось. Что здесь, что в самой Кубани. Ловил усача. Все просверленный. Сверленный на иглу. Все, стандартная классика. Сама петелька у меня большая. Она, в принципе, сделана под перец и поп-ап. Можно одеть будет два. Ну, пока попробуем, будет поклевка, нет. Посмотрим результат. Если что, одену два петельчика. В принципе, все. Можно забрасывать. Значит, на данный момент, что нужно правильно сделать, это взять правильные ориентиры. Потому что основная рыбалка будет рыбалка в темноте. И закидывать нужно понимать, куда ты бросаешь, чтобы это был твой основной ориентир. Потому что темно. И вот выбираешь такие крупные деревья, которые ты на фоне неба, на фоне луны сможешь видеть. Мы давайте сейчас забросим первый. Казалось бы, один водоем, один водоем, рыба должна быть везде. Но вот, друзья, не совсем так. По тому году мы провели порядка 6-7 рыбалок. Начиная с августа и до холодов. И заметили очень интересную ситуацию, что вот ловим в этом месте. Вот попал на участок, он клюет. Чуть дальше, чуть правее. Поклевок можешь не дождаться. Это было очень сильно заметно в том году. Даже в период, когда клев был очень сильный. Когда ловили по 3-4, по 5 десятков, если попадаешь куда-то не туда, ты поклевки не видишь. Поэтому, вот, если ты взял ориентир, и у тебя там была поклевка, именно в это место надо стараться ловить. Значит, он там будет клевать. Значит, это горная река, начнем с того. Она с течением. Постоянно несет коряжники, несет камни. И бывает такая ситуация, что за одну рыбалку теряешь огромное количество крючков, грузов, монтажей. Просто вот обрываешь. Это бывает такое, что за рыбалку мы теряли 20-30 крючков, 5-6 грузов и монтажей. Поэтому желательно навязывать крючки заранее, чтобы в темноте это не вязать. Мы пришли к выводу, что усач, ему нужен объем приманки. То есть, он, крупной рыбе нужен большой объем. Да, он может плюнуть и на маленький объем, но все-таки лучше большой. А для этого, соответственно, нужны большие крючки. Поводок я буду делать 0,18. Вот крючок привяжу сейчас, 6 номер, вот такой с длинным цевьем. На него можно надеть много-много приманки, насадки. И, конечно же, крючки навязывать лучше заранее, но не было у нас крючков. Мы по дороге заехали, купили. И теперь они у нас есть. Поэтому, если будут обрывы, вязаться будем уже на ходу. Длина поводка, в принципе, особой роли не играет. Но бывают ситуации, когда усач клюет очень нежно. Когда он сильно придавленный, капризный. Он берет подходами. Берет, чувствует натяжение лески, бросает. Берет, чувствует натяжение лески, бросает. И тогда главное его вовремя подсечь. Увидел поклевку, когда лес кивертив слегка натянулся. Подсек, с большой вероятностью рыбу поймаешь. Если этого не сделал, он ударил, если не засекся, бросил. То есть, ты увидел поклевку резкую, а рыба не засеклась. Он бросил. Несильную, но резкую. И так, может, несколько раз, пока или не снимет насадку, или не сядет. Вот у меня сейчас 40 сантиметров сделал поводок. И вот в таких ситуациях может выручить, или наоборот, очень короткий поводок. Когда в ситуациях, когда рыба не успевает среагировать на тяжесть груза, а засекается. Или длинный, когда она может, пока отходит, засосать крючок глубже. Также монтаж фьюдерга онлайн. В принципе, роли не играет на эту рыбу. Можно ловить, как обычные донки. Ну, я привык так. Ну и начну с самой любимой и вкусной насадки для него. Это метелик. Личинка поденки. Мы сначала заехали его покопать. Заехали на нами известное место. Чтобы накопать, ну, в связи с тем, что уровень воды очень-очень низкий в Кубани. Мы его копаем в Кубани. Очень низкий. В месте обитания его было очень-очень мало. Примерно за полчаса мы накопали штук 30. И решили не мучиться, ехать на рыбалку. У нас с собой еще было по пачке вареного мороженого. Он, конечно, похуже. Вареное мороженое. Но, тем не менее, использовать можно. Конечно, по сравнению с прошлым разом, маловато, да? Нацепил сейчас три штуки для начала. Здесь так. Посмотрим, что за рыба будет плевать. Бывает такое, что надо насаживать по многу. Бывает такое, что нужно 6-7 насаживать максимально. Тогда есть шанс поймать именно крупную рыбу. Ну что, друзья, снасти заброшены. Ждем поклевки. Надеюсь, что-то поймаем. Сашка Шугаев, он со спиннингом лазит. Пытается головликов говорить. Вот у меня клюет, кстати. Вот была поклевка, друзья. Не сильно, а вот опять. Что там? Вот, друзья, есть первый маленький голавлик. Фу, ты. Друзья, первый маленький усач. Усач в реке есть. Пока, надеюсь, пока мелкий. Надеюсь, подойдет и что-нибудь посерьезней. Вот она, Маринка. Вот он, красавец. Вот такая вот красивая рыбка. Друзья, пока маленький. Надеюсь, будет еще и будет много. Вот такая красавица рыбка. Очень красивая. Смотрите, какой ротик. Рот очень мясистый. Нижняя губа, по-седине, имеет шишку. И благодаря... Очень твердую. И именно из-за этого он очень часто не сечется. Крючки нужны довольно твердые. Довольно крепкие, чтобы его просекать. Вот такой красавец. Маленький, но красивенький. Насадка очень нежная. Имеет свойство разваливаться. Особенно тот, который подварен и мороженый. У него вот эта вот часть жабры. Очень-очень нежная. Вот эта голова более твердая. Поэтому я насаживаю через все тело. И вывожу через панцирь твердый. И тогда есть шанс, что он более-менее будет держаться. Ну что, ждем продолжения банкета, друзья. Оп, поклевка была. Мелкий клюет вовсю. Мелкий здесь есть, друзья. Все, мелкий уже на охоте. Ого, этот хорошенький, друзья. Бьется. Мы с Сашей все мечтаем. Кило плюс взять. Что? Кто? Поклевка была, да? А, слил рыбу? Ну, ты сам. Я второго усача поймал. Тут яма его места. Да я понял, плохо, что слил. Саша отгуляет со спиннингом. Одного поймал маленький. И вот говорит, что хорошего головля слил. Ну вот, друзья. Следующий. Чуть-чуть покрупнее. Вот, красавец. Смотрите, друзья. Очень красивая рыба. Вы видели. Между поклевками было всего несколько минут. Ну, сейчас забрасываю бутерброд. Один. Одна личинка подъемка, метелик и червяк. Посмотрим на результат. Местные ребята рассказывают, что на червяк клюет обычно реже, но крупнее. Я двух поймал. Двух поймал. Я головля одного поймал. Да, слышал, слышал. На 70. А вот такого слил вообще барана. Да это его место. Так я вон там, под корягой, под вот он. Сейчас. Сирик клюет сразу. Ну, зато подержал. Класс. Так вот, вот такие буруны были. Да, выставляем. Он в корягу зашел просто. Ну, удочка, конечно, легковата, как для него было. Да, лесочка тонковата. Да, ты что-то этот. Что-то есть. На бутерброд этого с червяком. Нет. Если бы он на чистом месте был бы, я пуснул бы. Ну да. На усилил, на корягу. Что там? Ну, мелкий усач пока. А, только что вы можете на баре какого-то. Ну, друзья, махоньки. Чистого червячка оденем. Мелкого очень много. Он активный. Что будет дальше, не знаю. Посмотрим. Сейчас вот чистого червя одеваю, Саша. Ты его, деда. Ты? Есть. Да, и сечется, Саша. А, и сечется. А они мелкие как-то, конечно. А тогда, помнишь, у нас мелкий не сёкся вообще. Активнее берёт. Активнее берёт. Очередной малыш. Зачек был. Наверное, очка нет. Да, вот, друзья, первый обрыв крючка. А здесь уже клюёт. Вот я запомнил, куда я бросал, где был обрыв. Всё, я туда кинуть не буду. Кидать не буду. Буду кидать чуть-чуть в сторону. Друзья, мы экспериментировали с прикормками много. И пришли к выводу, что здесь рыбы очень много усача. И прикормка ему нафиг не нужна. Сказать, что она не работает, сказать нельзя. Она работает. Но работает как? Рыба. Клёв усача начинается примерно на закормленном месте на полчаса раньше. Это максимум, что можно выиграть. Всё. Когда ты уже ловишь усача, а у ребят ещё нет поклёвок. Через полчаса он включается вовсю и клюёт у всех одинаково. Есть прикормка или нет прикормки? Какая прикормка? Вот примерно вот так. На Кубани непосредственно, на Кубани, у меня усач становился на Кубани, выше Кубанского водохранилища. У меня усач непосредственно становился на прикормку днём. Я его ловился к прикормке. И при этом живот его был полный забит прикормкой. То есть он её именно кушал и её становился. Можно посмотреть фильм, перейти по ссылке, ловля на домке, вторая часть. Вот именно в этом видео я поймал на видео усача, грамма 600. И поймал я его как раз днём, примерно около, не днём, а где-то в 9 утра. Это было с прикормленной точки. Причём на этой точке. Вот клюёт, не могу засечь мелких. У меня сначала ловился американский соник, а потом усач согнал сомика, и я его поймал. Дома, когда я его склю распотрошил, весь живот был забит моей прикормкой. Потом что у американских сомиков, что у усача. У меня тогда прикормка была чёрная с манкой, и вот полный живот был этой чёрной прикормки с манкой. То есть рыба именно кормилась с точки, именно целенаправленно стояла и кушала. Потом самое интересное, это то, что американский сомик перестал клевать, хотя до этого клевал очень хорошо, и начал клевать усач. Вот это такое для меня была новинка. Обычно американец всех сгоняет, а тут получилось, что усач согнал американца. Блин, вот на червя, смотрите, не могу засечь. Поклёвки идут, но реализации нет. В руку бьёт. Вот тут сейчас держа, держала и чувствую поклёвки в руку, друзья. Есть, 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 есть рыбка. Есть, уговорил кого-то. Бьётся там, что-то бойцовый. Чуть-чуть побольше, да, чем ты поймал. Кто там, кто там бойцовый, ребят? Ох, 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 ох. Ой, как давит шикарно. Есть, ребят, вот. Такой за 200 грамм, друзья. На живого, да? Нет, бутерброд, опара с червяком. Когда крючок всаживается, еле вытаскиваешь. Такая вот красавица, друзья. Вот она. Иди ротик. Пока мне всё нравится. Рыбка есть, она клюёт. Да, не крупная, но класс. Удилище с перцем всё время теребит. То есть рыбка там есть, перец трогает. Но вот, засосов не делает. То есть не заглатывает. Хорошая была мощная поклёвка, но бац-бац и мимо. Можно было пелец на резиночке, может быть, было бы. Вот Сашка тащит. Давай, Санечек. Хороший? Если поцак нужно, то ключи подсаживайся. Только так, чтобы другие не сутились. Нужно поцак. Давит он. Давит он шикарно. Конечно, я его. Да. Оп, и у меня есть Сашка. Ну, а дуплет. Вот Сашка взял хром на 200. У меня такой... У меня сходкаешь? Сейчас, да, Саш. Сейчас достану своего хорошо. Ой, как он бьётся. Дых-дых-дых-дых-дых. Вот очередной красавчик, друзья. Вот это здесь основной размер Усача. Мимо. Поплёвка была хорошая. Друзья, при ловле Усача нужно делать подсечку. Когда я ловлю на фидер, я это всегда рассказываю, на фидер подсечку мы не делаем. Не нужна она. Наоборот, чревата. А вот именно при ловле Усача, несмотря на то, что у вас какой монтаж стоит, просто донка, нужна подсечка. Пасть Усача очень массивная. Очень массивная. Мясистые губы, нарост на нижней губе в виде шишки твёрдой. И вот это надо просечь. Крючки должны быть хорошие, качественные, острые. Хотя мы используем недорогие крючки, но если начинаются не засечки довольно крупной рыбы, его надо обязательно менять. Потому что он очень тупой. И реально это та рыба, которая требует подсечки. Иначе вы просто не возьмёте, не пробьёте его. Санючек, а запашок пошёл. Толстенькими сардельками запахом. Ты там на мои святочки поглядывай, светятся или уже плывут где-то. Были сардельки простые, остались сардельки золотые. Вот видно, что из говядины, Саш, вот рога копыта просвечивают. Давай, бери, чокнемся. Ага, бери, чокнемся, оно горячее. Вилкой берешь. А, ну давай, давай. У нас тут двойная какая. Ну давай. За всё хорошего. Ну что, друзья, замутил подсветку. Не знаю, насколько хватит, как она будет работать. Первые эксперименты. Пока ловим рыбку. Поём, как будто бы пою. О, поймал. Во, рыба. Слопка тебе. Ха-ха-ха. Я видел, как я такой, ребят. Ты их сочетаешь? М-м-м-м-м. Ну вот, друзья. Местная рыба. Оба-на. Вот эта поклёвка была на пелец. Хорошая, мощная. Друзья, была мощная поклёвка на пелец, но не реализовал. Не засекать, ребят. Вот это было очень интересно. Очень. Просто реально, вот как повызагиб был. Бэ-бэ. Было шикарно и красиво, друзья. Это уже интересно. Я видел, рыбца поймал. Да, рыбца поймал. Селёдку. Пока мы тут баловались, Саша поймал рыбца. Это было очень круто. Ещё на этих речки, на шестой номер с длинным цельём, поймать рыбчика. Это круто, ребят. Вот, может, у нас сон поклёвывает, на речки стоять пеньки. Есть, 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 есть рыбка, ребят. Есть рыбка долгожданная. Долгожданная. Посмотрим. Сом. Сом. Будешь фоткать меня? Рыба-сом, друзья. У меня в улове рыба-сом. Вот такой махонький сомёнок, друзья. Отпускаем малыша. Надо 18-й крючок, наверное, один опарыш, ещё и чулку. Здесь рыбка долго стояла, без поклёвов. Здесь, 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 они крупненькая. Что там? Кто там? Кто там? Кто говорил про головля? Друг ты на сердечном. Давай я тебя сфоткаю. Или не давай, не мне понятно. Друзья, пожалуйста, жерешок. Да что ты падаешь. Вот тебе пучок сработал. Пучок чего? Червя. Друзья, ребят, что-то хорошее всадил. На пучок червей. Ты угадал. Сом. Ребятки. Вот усача нету, зато есть вот сомики. Ну что, друзья, половили вечерок. Рыба, как всегда, внесла свои корректировки. Усач включился, как обычно, в пять часов. Но сложилось впечатление, он включился в пять и с наступлением темноты выключился. Сложилось впечатление, что, возможно, он с переката спустился, прошел мимо нас и где-то в ниже, в яме остановился. А может быть, просто не хотел брать. Рыбка, усачий клевал не крупный. Но, тем не менее, мы усача поймали. Удовольствие получили. А из рыбы сегодня было очень интересное разнообразие. Были пойманы какие-то рыбки неизвестные. Мы не знаем, как они называются. Многие их ловят на спиннинге. Постоянно спрашивают, как называются. И никто не знает их названия. Их было много поймано. Они, в основном, не клевали. Их стояло очень много. Они клевали ночью, в темноте, без проблем. Их поймали. Саша на спиннинг вышел и поймал одного голавля. И хорошего одного спустил. То есть голавль. Это рыбка, голавль. Я поймал одну быстрянку. Поймал сомика, усача и жериха. Все вроде бы, да. Шесть разных рыб за сегодняшнюю рыбалку было поймано. Да, рыбка вся некрупная. Сейчас будет отпущено. Но, тем не менее, удовольствие мы получили. Рыбку поймали, кайфанули. До новых встреч, друзья, на водоеме.